Здравствуйте, меня зовут Наталья, я занимаюсь ландшафтным дизайном, седоводством и недавно перешла на биологическое земледелие. К Светлане на курс я попала совершенно случайно, увидела рекламу и захотелось приготовить адыгейский сыр. Ну вот я его приготовила на глазах у своих домочадцев, утром мы попробовали сыр, нам очень понравилось, потом был следующий. И в общем, как-то мужу говорю, я говорю, было бы классно, да, вот так открываешь холодильник, а у тебя там разные сырочки. Ну вот, собственно, сейчас я закончу и вам покажу, что у нас в холодильнике. Сейчас так у нас и есть. Единственное, конечно, хочется приготовить плавленый сыр, но не остается остатков, поэтому, ну я думаю, что у нас все это впереди. И сырную тарелку как-то съедается поочередно, потому что сыр очень вкусный. В общем, тем, кто вот хочет, я советую даже не раздумывайте, потому что это ваше здоровье, это очень вкусно. Вот, ну вот вы сейчас увидите ассортимент, который у нас в холодильнике, и все это возможно, даже не сомневайтесь, потому что все настолько последовательно. У вас просто нет шансов, что у вас не получится. Сначала, да, там, руки трясутся, не веришь в то, что может такое произойти, но, уверяю вас, все происходит, и кураторы очень хорошо помогают. Спасибо им за это, в общем, в любое время. Поэтому, вот, те, кто сомневается, очень советую, идите на курс, и будете радовать свою семью вкусными сырочками, и при том, со всеми знаниями, которые даются на курсе, можно будет, в принципе, по любому рецепту приготовить, ну, ты уже знаешь, где что брать, как лучше, в общем. Вот, еще раз большое спасибо Светлане и ее команде, вот, и молодцы, и процветания вам, потому что вы действительно делаете благое дело, чтобы каждый человек на своей кухне мог приготовить вкусный сырок. Ну, а сейчас перехожу к своему холодильнику. Вот достала из холодильника все свои сырочки, ну, не все, там у меня один еще на посолке лежит, там свекрови отложила, вот, хавартили, уже практически сырок готов, буквально пару недель можно будет есть, хотя, в принципе, можно и сейчас есть, но мы терпим. Это хаварти более молодой, буду его покрывать, волонсе с плесенью сыр, возревает лежит, творожок, это у нас рикотта, это брынза, очень вкусная получается брынза, это вот сегодня на завтрак я своим резала брынзочку и рикотту. Это у нас качота, одна с пожитником, одна просто без всего, это каламбер, который только-только положил его возревать, он еще без плесени. А это каламбер, который мы не дождем, не дождемся, когда он, наконец, будет готов. Уже совсем чуть-чуть, и мы его будем есть. Собственно, из-за него это мой любимый сыр. Я просто вот обожаю его, поэтому я, конечно, это меня прям вот зацепило, так скажем. Ну вот, собственно, хотите такой же ассортимент, даже может быть круче. Раз в неделю я делаю сырочки, как бы один, который вот урок, и еще какой-то выбираю и делаю, какой больше идет. Поэтому спасибо огромное Светлане за обучение. Хотите так же, просто идите на обучение.